Саламат Сарма, Хурмет Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Тема этого эфира будет посвящена митингам, которые прошли 21 сентября в субботу в 14.00 по времени Алматы. В регионах прошли по местному времени Атрал, Ахтубе и Мангстал. Очень много звучит разных пессимистических настроений, у кого-то пораженческие, у кого-то оптимистичные, разные мнения. Я специально взял паузу, не выступал ни в субботу, ни в воскресенье, чтобы именно в понедельник резюмировать итоги этого митинга, который прошел в субботу. Итак, прежде чем давать оценку тому или иному действию, надо, наверное, немножко оглянуться назад. Мы 20 апреля 2017 года объявили о создании политического движения «Демократический выбор Казахстана». Объявили цели и задачи. Цели и задачи заключались в том, чтобы добиться построения парламентской республики, ликвидировать должность президента, изменить конституцию страны, добиться, чтобы именно народ был источником власти, а не как сейчас, когда один человек по имени Нурсулдан Дазарбаев стоит над народом, над властью, хотя в конституции написано, что источником власти является народ. И во всех демократических странах именно народ выбирает во власть своих представителей каждые 4 года, выбирает в парламент, выбирает президента, и затем смотрит, как человек, который пообещал выполнить ту или иную программу или партию, они озвучивают свои программы различные и смотрят, выполнила эта партия свои обещания. И на следующих выборах, если этот человек или партия не исполнил своих обещаний, то народ просто голосует за другую партию или за другого человека. Вот, собственно, так устроен весь демократический мир. И через своих представителей на местах, имеется в виду в парламенте депутатов, которые избирают народ, таким образом народ прямо влияет на принятие тех или иных решений. Более того, все органы власти, местные, акимы областей, районов, городов и так далее, во всем мире, в демократических странах, являются выборными. И таким образом получается, что акимы городов, районов, они подотчетны народу. Они, как у нас, все Назарбаеву. Судьи в демократических странах избираются, они независимые. Не может им президент страны позвонить и сказать по телефону, сделай вот так, как происходит в Казахстане. Вы знаете, наши судьи не просто коррумпированы, они не являются независимыми, они подчиняются лично Назарбаеву. И вся судебная машина, все силовые органы, они работают на обслуживание интересов одного человека или партийского клана во главе с Назарбаевым. Вот как это у нас устроено. А в мире это работает независимо. Суды независимые, прокуратура независимая. Правительство сформировано именно партиями, которые зависят от народа. Именно поэтому там порядок, именно поэтому в демократических странах высочайший уровень жизни, именно поэтому в демократических странах никогда не бывает войн. Всегда там порядок и каждый человек, независимо от того, президент, премьер-министр или еще кто-то подчиняется законам страны. А у нас этого нет. Поэтому 20 апреля 2017 года мы объявили о создании политического движения, демократический выбор Казахстана, который вернет то, что по праву, по конституции принадлежит народу. А именно власть, контроль власти со стороны народа. Мы озвучили план политических реформ. Мы написали экономические программы, сравнили наши возможности, текущие наши страны и показали, как только правительство демократического выбора Казахстана придет во власть, мы буквально в течение нескольких месяцев резко увеличим качество и жизненный уровень людей. Заработные платы будут увеличены как минимум в 2-3 раза практически везде. И в частном бизнесе, и в государственных учреждениях, везде. Почему и как я это объяснял много раз в своих выступлениях. Вот, собственно, если возвращаться назад, то весь 2017 год мы озвучили свои программы. Я был, наверное, фактически единственным публичным лицом демократического выбора Казахстана, который регулярно вел эфиры весь 2017 год. Более активная деятельность началась, прошу обратить ваше внимание, в феврале 2018 году, то есть полтора года назад. Мы создали чат в Телеграме, активисты ВК, и за 42 дня чат мы собрали 100 тысяч человек. Даже 13 марта, когда власть приняла какое-то судебное решение, которое никто в глаза не видел, и запретила деятельность демократического выбора Казахстана, объявив ее экстремистской, это людей не остановило. Да, был какой-то отток, люди, получив сообщение со стороны КНБ, бежали. Но, тем не менее, мы продолжили деятельность в рамках этого чата. И, еще раз прошу обратить ваше внимание, 22 марта, в прошлом году, мы провели акцию с голубыми шарами. Вы помните, наверное, как еще немногочисленные наши сторонники выходили с этими голубыми шарами, боялись. Хотя, казалось бы, что такое обычный голубой шар? И как следственные органы арестовывали людей, задерживали. И даже у одной из активисток был подписан акт со стороны следователей, арестованы 6 голубых шаров. Наша страна стала посмещен во всем мире. И, соответственно, Министерство внутренних дел было вынуждено объявить, что это просто полицейские, вот такие вот дураки, ошиблись, и правительство здесь ни при чем. Это было 22 марта в прошлом году. И первый наш митинг был 10 мая 2018 года. Обратите внимание, год назад мы первый митинг провели с требованиями освободить политических заключенных и нет пыткам. Митинги прошли в Алматы, в Астане, в Шимкенте и в Ахтау, и ряде других городов. Это были митинги после длительного перерыва. Именно прошли митинги в тот период, когда власть фактически каждого, кто выходил против, закатывала в асфальт. До этого ранее были убиты Алтенбек, Сарсимбаев, Нуркадилов. Была ликвидирована партия Алга ДВК. Ее руководитель Владимир Козлов был посажен в тюрьму на 7,5 лет. И вы понимаете, что мы первый митинг организовали 10 мая 2018 года. А до этого был один единственный митинг, земельный митинг в апреле 2016 года. Вот, собственно, с этого момента начинается активная деятельность демократического движения, демократического выбора Хазистана. Всего год назад. Итак, 22 марта люди боялись, прятались за голубыми шарами. 10 мая люди вышли на митинг. 23 июня власть перекрыла все центральные площади, где мы организовывали митинг и не позволила. Более того, арестовывали прохожих, которые шли по тротуарам. 6 июля произошло то же самое. И обратить внимание, как на самом деле власть помогала становиться известной демократическому выбору Казахстана. Дело в том, что после того, как я вышел из тюрьмы по запросу в экстрадиции из России и Украины, и высший французский суд сказал, что все эти обвинения носят политический характер, все мои прямые выступления в эфире власть блокировала. Но это было очень глупо. Было очень глупо, потому что они блокировали час, пока я выступал. Все это выходило в записи. Следом, чего добилась власть? Добилась того, что в нашей стране, когда попродал интернет, даже дети говорили, что это выступает Мухтар Аблязов. Так получилось, что в связи с тем, что я фактически был публичным лицом нашего политического движения «Демократический выбор Казахстана», мое имя стали ассоциировать напрямую из ДВК, как одно целое, как единое. И что в итоге получилось? В итоге получилось, что политическая организация ДВК стала в сознании людей наиболее сильной и опасной для режима. Для режима, который фактически сделал наших граждан бедными и нищими. И как устроен мир? Мир очень просто устроен. Если режим кого-то боится, а режим в сознании людей был сильным. Он для многих и сейчас является сильным. Он вооруженный, у него полиция, у него много денег. Так говорили. Но теперь представьте, если такой вот сильный режим кого-то боится, значит кто-то есть и посильнее. А кто это? Это политическая организация «Демократический выбор Казахстана». Вот, собственно, так я хочу сегодня откровенно поблагодарить Назарбаева, все его окружение за ту услугу, которую они нам оказали. Спасибо за то, что выключали интернет и сделали наши движения популярным, сильным и опасным. Когда мне журналисты говорят, что Мухтар Кабулыч, Назарбаев боится вас, они заблуждаются. Не я выхожу на митинги, не я попадаю в тюрьму на трое суток, пять суток. Да, они в свое время меня посадили в тюрьму, я в тюрьму провел около пяти лет. Да, они меня пытали, да, они похищали мою семью, да, они отобрали мой бизнес, да, они опорочили мое имя. Но сейчас только оболваненные люди могут верить этим словам, пропаганде Хабара, пропаганде на султана Назарбаева. И очень скоро вступит момент, когда и их не станет. Сейчас, когда на глазах людей этот режим строит дворцы, покупает дворцы за рубежом, летает на самолетах, будучи государственными чиновниками, я уверен и точно знаю, что миллионы людей прекрасно понимают, кто их обворовывает. Мухтар Абляза в стране уже 10,5 лет отсутствует. 10,5 лет страна качает нефть, газ, продает сырье, и ваша жизнь не улучшается, становится только хуже. И это факт. Если возьмешь официальные данные, заработная плата средняя, за 11 лет она и не поднялась, а даже несколько упала. Средняя. Минимальная зарплата одна из самых низких и в СНГ, и в мире. И вы лучше меня знаете, как вы живете, и вы все бедствуете. Вы увешаны потребительскими кредитами, всеми прочими. И вы знаете, что рядом с вами живут чиновники, они миллионеры, миллиардеры, для них закон не писан. И поэтому только оболваненные Хабаров, или, извините, полные идиоты, могут верить этой пропаганде, что якобы все беды от Мухтара Абляза. Сейчас наступила ситуация, когда наш народ понимает, что есть сила, которой боится Назарбаев. Сила это не Мухтара Аблязов, сила это народ. Просто это народ, который объединяется в рамках политической организации демократический выбор Казахстана. Я выполняю очень простую, с одной стороны, и достаточно сложную роль. Я организатор протестов. Я объединяю различные протестные массы. И мы создаем большую массу, которая в конечнике добьется смены режима. В этом смысле, да, я опасен для режима. Я опасен, потому что я знаю все о Нур-Султане Назарбаеве. Знаю, какое имущество и активы он украл у страны. Знаю, как они делают сейчас. И знаю, когда он лжет. В этом смысле я опасен. И моя работа заключалась в том, что объяснить народу, что на самом деле происходит. Что на самом деле мы богатая страна. Что граждане бедны. А эти богатства просто попадают в карманы Нур-Султана Назарбаева. Опасаясь этой правды, Нур-Султан Назарбаев в более двух лет гасил интернет. Но это не помогало. Но что он гасил всего лишь там на час, на два в конце концов. И вот буквально последние несколько месяцев они начали эту практику, прекратили использовать. Но поздно, ребята. Поздно. А ДВК уже знают все. Теперь смотрите, какую ошибку сделали следующую власть. Я могу теперь сказать, потому что даже если они завтра изменят все и будут по-другому себя вести, уже ничего не поможет. Следующая ошибка была в том, что каждый раз, когда мы объявляли о проведении митингов, власть собирала прокуратуру, КНБ, полицию, Акимов. Студентов вывозили из городов, как, собственно, 21 сентября произошло. Их вывозили в горы, в Алматы. Из Актюбинска, из других городов людей раскидывали, вывозили, запугивали, брали с них обязательств, что они не пойдут на митинги. А почему власть это делала? Она боялась этих митингов. А почему она боялась? Вы все должны знать, что у Назарбаева сидят разные агентства, большая команда политологов, так называемых, социологов, которые изучают общественное строение по всей стране. Они делают это путем опросов, они изучают социальные сети, они получают разные письма. Я могу сказать, вывод для власти неутешительный. Более 90% людей ненавидят этот режим. И Назарбаев это прекрасно знает. Он рассказывает о том, что он первый президент, принимает всякие законы, всякие бумажки. Но если закон не работает для граждан страны, то этот закон не будет работать и для него. Он не сможет огородиться какими-то защитными барьерами, вписав в конституцию всякие слова, что якобы его семья, вот она будет типа не подсудна, его не будут преследовать. Не будет никто исполнять закон, если этот закон не работает против граждан, он не будет работать и для Назарбаева. Поэтому все эти поправочки, законы, конституции, присвоение всяких регалий, сто раз ельбасы, там он вечный, там не вечный, не поможет. Наступит момент, просто его так выкинут, конституцию сожгут и будет написано новой конституции. И все эти исследования, которые проводят разные институты, разные люди, политологи, говорят одно, этой власти будет плохо, народ не верит ей. Не случайно, недавно власть выдвинула на дебаты бывшего министра информации Мухаммеда Ертасбаева, и я даже, честно говоря, особых усилий не прилагал. Он выглядел полным идиотом. И сейчас этот соловей разливается, поет песни, и если прочитаешь комментарии, в его сторону летят камни, потому что народ стал умный. За два с половиной года деятельности, даже меньше, извините, даже чуть больше двух лет, деятельности демократического движения Казахстана, выбора Казахстана, народ прозрел, в большинстве своем прозрел, а кто не прозрел, прозреет скоро, очень быстро. Поэтому, уважаемые друзья, вспомните, первый митинг был 10 мая 2018 года, второй попытка была 23 июня, третий был 6 июля. Все, в 2018 году мы не проводили ни один митинг и ни одну акцию. Теперь вернемся к 2019 году. С февраля месяца идут бурные события, протесты активные. Мы организовывали и в феврале выход людей к офисам партии Нур-Атан, и в марте 22-го мы выводили людей, и 1 мая вы видели, что несколько тысяч вышло в Алматы и в Астане, и у нас не было требований шалкет и так далее. Люди сами кричали шалкет, потому что это он является основоположником этой воровской политической системы, и люди это ясно понимают. Люди ясно понимают, когда выходит с требованиями нет китайской экспансии. Это народная инициатива. Да, народ где-то пропустил, когда вы крали миллиарды долларов в одного состояния, Назарбаев в состоянии только 200 миллиард долларов. Список Forbes, журнале Forbes, все его родственники, все его карманы, все его кошельки. Как недавно прошла публикация, более половины состояния страны принадлежит якобы 162 человека. Не верьте. Эти подставные люди, все основные богатства страны принадлежат Нурсултану Назарбаеву и его ближайшим родственникам. Это они официально признали. Как такое может быть, что девятая по размеру страна, все ее богатства якобы принадлежат 162 человека. А по сути только Назарбаеву. Это возможно только тогда, когда вся власть принадлежит одному человеку, ни народу. Все богатства соответственно утекает к нему в карман. И это вот реальность. И люди не слепые, они видят все это происходит на их глазах. Итак, мы провели серию митингов с февраля месяца. И вы видели, каждый наш митинг сопровождался массированным столкновением. И чего мы добились? Сейчас власть говорит, что не задерживают за пикеты на митинге одиночными группами. Вы видите, матери ходят, их не задерживают. На пикеты выходили, не задерживали. Были вот недавно митинги, связанные с китайской экспансией Жаназени, другие города подхватили, никого не задерживали. Ну, стали задерживать только перед 21 сентябрем, перед митингом объявленной ДВК. То есть, выявили активистов и стали их задерживать. Таким образом, власть показала, кого она больше всего боится. Именно движение демократических выборов Казахстана. Почему боится? Потому что мы четко показываем, что из себя представляет Нусултан Назарбаев и ее режим. Мы ясно говорим, что мы сделаем с ним, что мы сделаем с властью этой коррумпированной, когда произойдет смена режима. Поэтому они панически боятся этой политической организации, которая является наиболее активной, наиболее энергичной и наиболее последовательной. Сейчас власть пытается нас раздробить, создала всякие мелкие движения типа Ян-Казахстан и все прочее. Мелкие агенты бегают, собирают 20 человек, 30 человек и вот таким образом пытаются сбить протестный потенциал, загасить его, раздробить. На самом деле это временная работа с их стороны, потому что люди очень быстро понимают, что все эти движения мелкие, от них особого толка нет. Более того, недавно матери вышли на митинг, они делают это регулярно накануне наших митингов, митингов ДВК. Таким образом, как бы оказывая давление на власть, говоря им, что если вы не выполните наши требования, мы присоединимся к митингам ДВК. И это пройдет. Уважаемые матери, многодетные матери, вы прекрасно знаете и понимаете, что эта власть ваш вопрос не решит. И вам необходимо присоединяться к нашим митингам, делать их более многочисленными, более энергичными. Но не так все плохо с точки зрения собственной самой власти. видите, как власть пятится. Впервые за 30 лет управления страной Нурсултан Назарбаев поручил Такаеву оказать такой жест, ну мелкий, списать кредиты. А вы знаете прекрасно о списании потребительских кредитов и ипотечных займов на жилье до 30 миллионов тенге существует только в программах демократического выбора Казахстана. Только программах демократического выбора Казахстана затрагивается интересы учителей, врачей, пенсионеров, программы строительства жилья. Мы гарантируем, что будет каждому человеку выделена земля минимум 10 соток в городской местности и по 20 соток в сельской местности. И это не просто будет земля. Земля будет выделена с инфраструктурой. Денег в стране достаточно. Я много раз в своих выступлениях это показывал. Наши программы очень убедительные. еще никто не смог их опровергнуть. Поэтому чтобы каким-то образом сбить этот накал не только созданные вот такие мелкие организации, которые обманывают вас, говорят давайте мы напишем петицию такая, а давайте мы Акимом что-то напишем. Вы знаете, что это бесполезно, не помогает и вы очень скоро в этом убедитесь дополнительно. Ну вы и сейчас уже убедились, что это так. И теперь власть объявила о списании там кредитов до 300 тысяч тенге. Ну ура поздравляю. Но это вы прекрасно понимаете. Не было бы возможно, если бы не было программ ДВК, если бы вы не были активными, если бы вы не выходили на митинги, пикеты, различные акции, не оказывали давление на эту власть, ничего бы этого не было. И это только еще раз говорит о том, что именно наша активность может изменить вашу жизнь. Активность десятков тысяч, сотен. Уважаемые друзья, я это показываю пример, чтобы вы для себя сделали выводы, не были пессимистичны, не говорили вот мы вышли и опять режим Непал. вы должны немножко оглянуться назад, хотя бы на полгода или на год назад и увидеть, что мы сделали большие шаги. Вспомните, год назад, если люди прятались за голубыми шарами, они боялись попасть в полицию, сейчас народ спокойно, когда их задерживают, не стерят, попадает в эти автобусы, автозаки, их везут в полицию, они там снимают все по телефону, выкрикивают наши требования и лозунги, люди уже не боятся, при этом не боятся и молодежь, и взрослые люди, вы видели, как вчера, мы сегодня точнее выставляли, как одна опашка просто материла и Назарбаева, и режим, и так далее, и люди не умирали от страха, сидели в автозаке, доехали до полиции, оттуда вышли, это реальность, вчера люди боялись, боялись открыть лицо, кто-то в масках, 4 месяца назад люди в масках выходили, теперь открыто говорят, нет этому режиму, шал душпан, вот что они говорят, никогда этого не было, то есть сейчас происходят революционные изменения в сознании людей, когда миллион людей сначала поймут, кто их обманывал, потом, когда они поймут, что так больше жить нельзя, они начинают искать силу, которая могла бы объединить их и добиться справедливости, сила эта есть, это политическое движение, демократический выбор Казахстана, теперь я слышу комментарии, что вот на митингах 21 сентября полиции было много, в Алма-Ате или в Астане, нет, не полиции было много, протестующих было мало, я просто вам дам справочку, что если власть сильно-сильно напряжется, мобилизует окрестных, участковых там и все прочее, из районов, из областного центра, в Алма-Ате они больше 5000 полицейских не соберут, что такое 5000 полицейских, когда в городе проживает 2 миллиона, достаточно 5% населения выйти, 100 тысяч, 20-ти кратный перевес, нет никакой полиции и все прочее, и невозможно остановить, перекрыть силами 5000 место проведения митинга, эта масса просто сметет полицию, спокойно выйдет на площадь и начнет организовываться, это будет и в Астане, где живет миллион человек, и полицейские, там буквально 3000, максимум они сильно напрягутся, для столицы соберут 5000, полицейских, ну что такое 5000 против миллиона граждан, то есть достаточно в Астане 5% выйти, 50 тысяч, все, власти нет, областные центры и того меньше, в каждом более-менее крупном областном центре 1500 полицейских максимум, и если они сильно напрягутся, соберут по 3000, что такое 3000 полицейских против численности областных центров, городов, от 300 до 500 тысяч человек, или в Шемкенте тоже миллион, вообще ничего, вы должны знать, что полиция численно имеет небольшое количество, 3-5 тысяч это потолок, а в реальности еще меньше, для этого должна власть мобилизоваться, внутренние войска привезти там с разных мест, им где-то надо жить, все прочее, это очень сильно нужно власть напрячься, чтобы собрать 5000 человек в одном городе, поэтому, уважаемые друзья, не полиции было много, а протестующих было мало, и наша задача, чтобы мы теперь мобилизовали людей, теперь я еще раз хочу поблагодарить власть, смотрите, что, например, власть сделала в Алматы, когда мы призывали на митинг 21 сентября, я говорил так, что выходим на площадь, так называемая старая площадь или площадь Астана в Алматы, что эти центральные улицы Фурманова, Аблайхана, все прочее, эти улицы невозможно перекрыть, потому что это приведет к парализации движения, а что сделала власть? От Абая до Жибекжалы все окружили со стороны до стык, там улица, еще параллельно за Аблайханом пару улиц, везде сделали гигантское оцепление и не позволили людям пройти, создали гигантские пробки, вы знаете, по Алматы, то есть они даже пошли на это, создали пробки, и если бы протестующих действительно было бы несколько десятков тысяч человек, это полиция, их там всего лишь пару тысяч было, они не были бы в состоянии помешать организации митинга, значит, чего нам не хватает численного перевеза, это первое, второе, организации процесса, чтобы эта масса, несколько десятков тысяч человек, шли четко объединенные единой целью, зная, куда им нужно двигаться, что для этого нужны организаторы, мы по этому поводу давно придумали механизм, это создание ячеек из трех-пяти человек, и когда каждая ячейка, вот это три-пять человек, приведут за собой еще столько же, или в два раза больше, получается, идут потоки людей, которые знают четко, куда идти, и когда эта многотысячная толпа объединяется, внутри встроены эти ячейки, они все работают со штабом ДВК, и они все соответственно двигаются как единый организм, это многотысячная масса, она четко понимает куда двигаться, там есть организаторы и все прочее, значит, чего нам еще не хватает, создание ячеек, создание ячеек, если кто-то рассказывает сказки, что в Грузии, в Армении и так далее, якобы финансировала Америка, не верьте, сотни тысяч людей выходят самостоятельно, потому что они думают о себе, они хотят перемен для себя и для своей страны, не потому что кто-то там управляет, нет, они идут потому что это им нужно, это нужно не только Мухтару Облязову или еще кому-то, это нужно в первую очередь самим гражданам, которые получают ничтожную заработоплату или вообще не имеют работы, они каждый день испытывают унижение и страх перед полицией, они каждый день испытывают разные трудности и не видят выхода, выход есть, уважаемые друзья, выход есть, если мы все объединимся и начнем действовать, Бэтмена не будет, ООН к вам на помощь не придет, в Америке своих забот хватает, это наша страна, мы в своей квартире сами наводим порядок, моем, чистим, ремонтируем и не выглядываем в окно и кричим сосед, приди у меня здесь поработай, и когда такие слова звучат, а где там ООН, а где Америка, это из этой серии, сосед, давай иди поработай у меня бесплатно, поэтому уважаемые друзья, мы должны ориентироваться только на себя, на свои возможности, кто-то говорит дайте нам деньги, мы придем, кому нужны перемены, и кто, какой Бэтмен может миллиарды долларов раздать людям, это вообще ерунда полная, для того, чтобы в своем городе приехать на центральную площадь, а митинги во всем мире проводятся в центральных площадях, ничего не нужно, просто доехать, просто доехать, каждый в своем городе, и мы эти митинги проводим по всей стране, не только в Астане, не бывает революции только в одном городе, это верхушечное, так называемое, это как банановых республик африканских, пришел взвод солдат, сменил, через неделю пришел другой взвод солдат, их сменили, и вот так называемые банановые республики происходят, так называемые банановые революции, мы должны добиться, чтобы изменений коснулись каждого, и каждый должен в этом направлении тогда действовать, тогда вы будете понимать, что власть работает на вас, на каждого из вас, если вы сделаете свой вклад, и завтра вы голосуете на выборах, выбираете своих представителей в парламент, вы положили в урну свой голос, вы участвовали в этом, а если узкая группа 30 человек будет менять власть, а народ будет внизу болтаться, так все богатства страны этой узкой группы всегда будет доставаться, что происходит во многих африканских странах, поэтому наша жизнь может измениться, если каждый сделает свой вклад, и мы можем это сделать, я еще раз хочу поблагодарить власть, когда власть своими действиями заблокировала центр, большой центр мегаполиса численностью 2 миллиона человек, о движении демократический выбор Казахстана узнала вся страна и вся Алмата, то же самое произошло и в Астане, да, в этот раз им удалось остановить процессы, не дать собраться, но где? Это в Алматы в большей степени частично в Астане, но обратите внимание, я как организатор не ориентировался и не надеялся, что в региональных городах действительно выйдут люди на протесты, посмотрите, если вы посмотрите список арестованных, задержанных так называемый, где прошли митинги, там никогда не было в Екипостузе город, который ни разу не выходил ни митинги, ни акции, вообще никуда, 21 сентября Акипостуз был, организовал митинг, Аркалык Спящий, там были задержаны люди, в Аркалыке люди вышли, Ахтубе, Ахтау, Жаназенцы вообще молодцы, в Жаназене было очень много людей, в Атраву видели тоже видео около торгового центра, народ собирался, в Шимкенте были люди, Павлодаре, в Павлодаре очень немало, несколько десятков человек было задержанных, то есть сейчас власть сконцентрировалась в Алматы и в Астане, ну при этом другие города они тоже ожидали, но везде все прорвало, везде все прорвало, это о чем говорит, о том, что недовольство распространилось по практически всем городам страны, и нам нужно просто усиливать работу, чтобы действительно акции протеста были по всей стране, по всей стране, нам достаточно 3,5-5% людей, чтобы вышли на протесты и произойдет смена режима, я сегодня давал интервью в настоящее время информационное издание телевизионное и они у меня спросили остались ли у вас планы добиться режима, смены режима именно в этом году, я хочу заявить да, планы остались, сентябрь только начался, я хочу вам сказать, что в сентябре митинги не проводились давно, может быть и никогда, я во всяком случае в оппозиционную деятельность давно и не припомню, чтобы в сентябре проводились массовые митинги, особенно в масштабах всей страны, осенний политический сезон начался и начался хорошо, я хотел бы благодарить всех тех, кто активно участвовал на этих митингах протеста и призвать наших сторонников действовать энергичнее, нам нужно просто добиться численного перевеса, десятикратного, не нужно нам переживать, что кто-то говорит, вот надо было в таком-то месте собраться, в другом, около каких-то базаров, нет, не в этом причина, нам нужно добиться десятикратного перевеса относительно полиции и мы можем это сделать, потому что это всего лишь около трех-пяти процентов от численности того или иного города, достаточно нам собрать такое количество человек, мы получаем перевес численный, десятикратный, это первое, второе, нам нужно, чтобы эта масса людей действовала четко, для этого нужны ячейки, которые организовывают этот процесс, далее, я хотел бы ответить на предложение, очень наивные, на мой взгляд, они настолько наивные, что меня просто удивляет, когда их озвучивают люди, которые вроде бы активны в политическом процессе, ну например, говорят так, надо делать митинги неожиданно, раз и неожиданно, есть известная поговорка, что знает трое, знает и свинья, а мы добиваемся, чтобы на митинги вышли тысячи людей, как можно сделать так, чтобы тысячи людей знали, а власть не знала, говорят, ну вот, нужно за несколько часов резко объявить, полиция не успеет собраться, ребята, полиция имеет телефоны, рации, она всех прослушивает, у них есть машины, они раз подъехали в любое место через 5 минут подъедут, понимаете, это очень наивное утверждение, невозможно неожиданно вывести тысячи людей, невозможно, а наша задача не просто же митинговать, наша задача добиться смен режима, а для этого нам нужно вывести на улицы городов десятки тысяч людей, а как вывести десятки тысяч людей, нужно заранее определить место, дать объявление, давать рекламу, готовить ячейки, и вся эта масса должна двигаться четко, организованно, такие вещи неожиданно не делаются, потому что в нашем чате открытым публичным сидят подставные люди, комитетчики, они знают, человек так устроен, что даже если что-то он знает, он делится с женой, с товарищем и все прочим, поэтому пытаться неожиданно вывести тысячи людей на улице, это наивно, я бы так сказал, еще даже смешно, мы публичные политические организации, мы хотим, чтобы все наши планы были открытыми, мы ничего не скрываем, мы обозначаем место, мы обозначаем время, мы четко говорим о своих намерениях, которые не противоречат конституции, законам страны, мы имеем право на проведение митингов, шествий и так далее в международном соглашении, который подписал Казахстан, при том, нам не нужно спрашивать разрешение, нам достаточно уведомить власти, что мы и делаем, эти соглашения стоят по конституции нашей страны, выше любых нормативных документов, где якобы нужно пойти в Акимат и получить разрешение, нам эту байку рассказывают власти, вы знаете, власти не дают разрешение и не дадут, более того, когда кто-то придет с такой повесткой, как мы говорим, шал, душ, пан, нет китайской экспансии в Казахстан, этот человек немедленно задерживается, сажается на 10 суток, и таких примеров много, поэтому пусть они не лгут, мы все должны знать, эти права, они нам даны международными соглашениями, нашей конституции, это наше право, как дышать, быть свободным и иметь право свое мнение говорить, излагать, говорить свободно, не бояться ни полиции, никого, это записано нашей конституцией международных соглашений, поэтому, уважаемые друзья, мы как публичная организация опубликовали свои планы, я открыто озвучиваю, что мы должны делать, и в этом никакого секрета нет, потому что мы все равно победим, и победим очень скоро, если мы объеднимся, почему победим? Ну, представьте себе, полицейских в Алматы максимум со всех районов они соберут, область оголят пять тысяч, живет миллион человек, а если мы говорим, уважаемые друзья, наши сторонники, сто тысяч человек, придите в такое-то место, что они могут сделать? Что? Ничего, значит, просто надо преодолеть свой страх, да, вы сегодня знаете, что режим вас обкрадывает, завтра вы должны решить для себя, что нужно сделать, чтобы изменить вашу жизнь, жизнь ваших детей, вы уже сегодня это осознаете, завтра осталось за малым, за решительными действиями, и вам не нужно никого искать, власть сама нас признала самой сильной политической организацией, по сути, единственной, потому что в нашей стране нет ни одной партии, которая бы могла бы действовать в легальном поле, открыто, и действовать против власти, нет. И мы единственные организации, которые действительно проводят митинги, мы единственная организация, которую власть панически боится, нагоняет внутренние войска, закрывает места проведения митингов, блокирует города, и вы тогда должны знать, что мы сильные политические организации, потому что этот режим, который в ваших глазах представляется сильным, нас боится. А почему боится? Потому что мы сильные, но мы должны стать еще сильнее, что нужно для этого сделать? Просто нам нужно объединиться, нарастить нашу численность, мы просто их массой сменим, добьемся смены режима. В Армении не в один день люди выходили, нет, они выходили, выходили, в конце концов добились, чтобы вышло на улицы страны 300 тысяч, а в Ереване, в столице 150 тысяч, так же было в Украине, выходило несколько тысяч, больше, больше, а затем уже сотни тысяч. И у нас так же будет. Не думайте, что в один день и раз неожиданно вышли десятки тысяч, сменился режим. Неожиданно, во-первых, столько людей не может выйти, во-вторых, мы сейчас как раз проходим этот этап. Политический сезон начался, всем пессимистам я скажу, хочу сказать, просто оглянитесь немножко назад, и посмотрите, люди перестали бояться режима, те люди, которые прожили больше 30 лет при Назарбаеве, те люди, которые прожили при Советском Союзе, в них сидит инфекция, страх, и они в возрасте 65 лет, 60 лет, люди, которые старше меня, но я жил и при Советском Союзе, и при Назарбаеве больше часть своей жизни, мы инфицированы тем самым страхом, эти люди преодолели, они говорят открыто, против Назарбаева, говорит он, душпан, он враг, они сидят в автозаках, они матерят этот режим, они вообще не боятся, а вы молодежь, чего вы боитесь, вы имеете интернет, вы знаете, как живет мир, будущее завтра ваше, вы будете жить в этой тюрьме и призебать, как ваши родители, или вы получите другую страну, свободную, где вы можете реализовать свои таланты, да, вас заставляют какие-то бумажки подписать, что вы не пойдете, это противоречит как Конституции, так и всем законам страны, потому что право участвовать в политической жизни страны, это ваше безусловное право, которое записано в Конституции, и все, кто вас заставляет эту бумажку подписать, они уже заведомо нарушают закон, заведомо, поэтому, уважаемая молодежь, если вы хотите жить в другой стране, иметь возможности, найти нормальную, достойную работу, хотите жить свободно, не бояться, мы ждем вас на следующих митингах нашей страны, мы сделали огромный прорыв, и теперь у нас простые планы, я уже благодарил режим, ДВК знает сейчас все, значит, что нам нужно делать, нужно людям объяснять, почему вам нужно прийти на митинг, почему вам нужно активно действовать, для этого мы должны продвигать наши программы, они публичные в сети стоят, я сейчас буду практически ежедневно рассказывать о программах ДВК, мы показали, что нужно делать, нас режим пугает, войной, все это ерунда, войны бывают только в авторитарных странах, демократических не бывает, и мы, чтобы этого не было, чтобы не было никакой войны, должны построить демократическую страну, для этого мы должны отстранить этот режим от власти, поэтому в ближайшее время я буду озвучивать программы, но все эти программы без инициативы тысяч ничего не стоит, именно вы, тысячи наших активистов, если распространить эти программы, объясните, приведете в наш чат, на наши митинги, каждый по 3-5 человек, мы увидим, как завтра на улицах страны выйдут десятки тысяч людей, у нас это возможность сделать ближайшие месяцы, и все зависит от вашей активности, так что, ребята, не просто, я хочу сказать, не унывайте, нет, оглянитесь назад, посмотрите вперед, и вы поймете, что за эти два года мы сделали гигантский рыбок, более того, не за два года, за последние 8-9 месяцев, оглянитесь назад, вы когда видите своего маленького ребенка и говорить, он маленький, маленький, вспомните, как недавно он еще даже не ползал, но это ребенок, а политический процесс очень инерционный, это страна, которая 30 лет была под Назарбаевым, все были запуганы, средства масс-информации зомбировали людей, продолжает зомбировать, и наконец все поменялось, сознание людей за эти короткие времена быстро изменились, люди выходят на акции протеста открыто с лозунгами, и мы стоим на пороге огромных перемен, их скорость зависит от вас, если вы сегодня будете активны, если вы не будете опускать руки и не будете ждать Бэтмена, который придет, раздаст всем деньги, даст вам работу прям немедленно, или ООН, или Америку, а если вы будете знать, что эта страна принадлежит нам, что мы находимся под угрозой экспансии Китая, потому что они нас обкладывают экономически, это первый этап, второй этап, мы потеряем независимость, вы должны думать о будущем страны, о своем будущем, но не просто думать, а действовать, поэтому уважаемые друзья, я хочу подвести итоги митинга 21 сентября, все отлично, мы сейчас начали осенний политический сезон, активно начали, никогда в сентябре оппозиция не мобилизовала людей, никогда власть по всей стране не пугалась и не блокировала места, никогда власть не собирала такое количество полицейских, никогда генеральная прокуратура и все другие органы нещадно кого-то не поливали, пугали, запугивали, никогда такого не было, и если кто-то кого-то так пытается запугать, только потому, что ему страшно, Назарбаеву страшно, и это пол победы, это большой шаг, и он боится своего народа, потому что он знает, какие преступления совершил, совершает, знает, что его ждет в будущем, поэтому, уважаемые друзья, нам нужно объединиться и действовать. Алга Казахстан.